Всем привет! Я с самого раннего утра в Буткинской больнице, жду прием врача. Я приезжаю сюда раз в месяц планово сдавать анализы и заодно отслеживаю динамику своего исцеления. Я не завтракала из-за анализов, но я взяла еду с собой. Я иногда хожу в веганское кафе здесь на районе, очень классно, я люблю его, но сегодня такая погода, что я решила взять еду с собой. У меня утром было буквально минут 10, чтобы придумать что-то, и у меня была готовая зеленая гречка пророщенная, и я смешала ее с тушеным шпинатом и луком, и добавила просто сверху нори, водоросли покрошила, и у меня были остатки рукколы. Вот. Это мой завтрак, сейчас буду его кушать. Я бы завтракала. Было очень вкусно, даже несмотря на то, что я вообще не ссалила еду. Я думаю, что большую роль сыграли помидорки черри. Они дали такую сладость блюду. Вообще я в этот раз не клала никакие специи. Я предыдущие недели две-три не очень хорошо следила за питанием. Вот, собственно, поэтому я, кстати, сейчас не ожидаю каких-то великолепных анализов, но не буду загадывать, посмотрим. Но, да, я ела очень много в кафе, ела очень много соли. Я была во всяких корейских заведениях и, в общем, оторвалась по полной. Вот. Но надо брать себя в руки и возвращаться к хорошему питанию. В общем, с сегодняшнего дня я это делаю. И, да, я решила снова убрать соль из своего рациона, ну, на какое-то время. Потом я снова начну чуть-чуть подсаливать. Вот. Но, короче, без соли тоже бывает вкусно. Ну, кстати, я вышла из Боткинской. Блин, на улице дождь. Какая жесть. Ладно, это предвестник весны. Значит, скоро будет тепло. В общем, анализы мои не такие уж плохие. На самом деле я ожидала фосфор завышенный после всего фастфуда, хоть и веганского, но фастфуда все равно, который я съела последние несколько недель. Но, на удивление, он у меня очень хороший. Вообще в пределах, как это, здоровой нормы. Вот. А все остальные показатели такие же, как были в прошлый раз. Ну, как такие же. По чуть-чуть они уменьшаются. Креатинин был в прошлый раз 413, сейчас 406. Врачи говорят, что это одинаковая цифра, но для меня это совсем не одинаковая цифра, она меньше. Вот. Я верно приближаюсь к порогу, который типа ниже 400. Вот. Но все остальное в целом такое же. Мочевина стала чуть поменьше. Все. Я пришла домой, и сейчас я буду готовить себе обед. Скорее всего, я сделаю сыроическую пасту с домашним пестом. И на самом деле, может быть, звучит как-то немножко сложно, но по факту это вообще занимает не больше 10 минут. Вот. А перед тем, как начать делать обед, я хочу съесть помело. Обожаю этот фрукт, и последние несколько недель я, мне кажется, вообще его каждый день ем. Сейчас как будто бы сезон, я не знаю, когда сезон помело, но кажется, что сейчас, потому что он очень-очень вкусный, и мне ни разу не попадался какой-то горький и всегда сладкий. Вот. Люблю есть в цельном виде, либо добавлять салаты. Вот. Но сейчас съем просто. Просто так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Получилась вот такая красота. Попробуем. Конечно же, это можно все еще посолить, приправить. Будет еще вкуснее, но вкусно даже так. Это просто топ. Домашнее песто вообще не сравнится с магазином. Можно было побольше морковочки, кстати, добавить, я думаю. Я вот думаю, что приготовить на ужин. Вообще, у меня осталось помело, которое я ела днем. Плод был довольно большой. Наверное, я приготовлю салат из киноа и помело. Точно. Точно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok